здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар который посвящен здоровью без усилий с доктором дуйко отвечает на ваши вопросы я с удовольствием готов ответить на ваши вопросы сегодня которые вы задаете в чате немножко ждем трансляцию начинаем трансляция началась ура это большое счастье есть даже звук сейчас я посмотрю звуки так раз раз есть звук ура значит все началось отлично можем начинать также также я запускаю прямой эфир еще и в instagram поэтому я очень извиняюсь из-за того что будет у нас прямой эфир идти еще и в instagram я не всегда буду смотреть прямо вам в камеру а буду вот так отворачиваться для того чтобы прочитать ваши вопросы которые вы задаете в инстаграме и так алла бивзю уважаемый андрей андреевич сын инвалид детства 10 дней начали сильнейшие головные боли скорые таблетки по исследованиям узи головы и узи сердца 11 ночи под утро боль в височной части спасибо я понял смотрите наверное пришло время сегодня поговорить с вами о заболевании которые очень интенсивно весной и осенью это заболевание которым сейчас болеет очень большое количество людей даже не подозревая об этих заболеваниях много очень сказано многие понимают что все проблемы человека не связаны с нервной системой и они связаны с переживаниями человека но вы наверно откроете для себя уйму полезной информации если услышите от меня неком таком понимании которое называется понимание неврозов невроз это группа функциональных психических расстройств которые характеризуются длительными изменимыми событиями или изменениями психики и очень часто мы принимаем ряд заболеваний которые как правило связаны с неврозами и считаем что есть заболевания которыми мы болеем на самом деле это неврозы хронические неврозы отчего они начинаются или почему они возникают на фоне нервной системы проявляется как гипертоническое заболевание сердце вы знаете что в случае если у человека гипертония не купируется таблетками то она сто процентов купируется валидолом случае если нитроглицерином можно купировать высоко артериальное давление на фоне гипертонического заболевания то валидолом по идее сделать это невозможно а вот невроз который связан с гипертоническим заболеванием на фоне стресса можно купировать как раз валидолом или валерьяной вы знаете что знаменитые заболевания такие как шум в ушах головокружения вегетососудистая дистония является следствием невроза и оказывающего вот такого воздействия самого невроза на нашу сердечно-сосудистую систему оказывая влияние на желудочно-кишечный тракт страхи и неврозы невростенические синдромы истерические неврозы могут оказывать влияние на поджелудочную железу так как адреналин во время страха выделяющийся является антагонистом инсулина таким образом когда у человека появляется страх переживания из-за того что у него там навязчивые идеи или какой-либо вид невроза у него может снижаться инсулин в этот момент и повышаться глюкоза а вот видите вы никогда об этом не знали и со стороны почечной системы это может проявляться в виде циститов энуреза импотенции но может быть еще и выражаться в виде гипер сексуальности или гипер сексуального возбуждения гипер желания со стороны наверное сосудистой системы в виде дискинезии виде дистонии сосудов со стороны венозной системы в виде вазоконстрикции то есть сужение просвета вен спазмирования вен вен и так далее со стороны желудочно-кишечного тракта хроническая диарея со стороны желудочно-кишечного тракта отрыжка панкреатит вздутие метеоризм со стороны мочеполовой системы дисминарея аминарея то есть по-русски это отсутствие менструационного цикла кровотечение со стороны опорно-двигательной системы мышечная ригидной со стороны сердечной системы синдром раз синдромом как его называют наверное синдром беспокойного сердца которые не связаны с тахикардией сердце человек ощущает на протяжении всего дня если хотите можем даже глубже эту тему обсудить потому что она такая широкая по моему мнению очень актуальная сейчас ведь именно в данное время неврозы очень актуальны потому что именно осенью как правило обостряются неврозы немножко начнем наверное не со стороны неврозов а начнем немного почему все-таки эти неврозы появляются и с чем это связано это прежде всего истощение нервной системы а как известно наша нервная система она связана с гуморальной системой так как это одна и та же система нейро гуморальная и гуморально это гормоны выделяющая система нейро это все что связано с нервными тканями а также центральной нервной системы таким образом можно сказать что это все между собой связано так страхи или ощущения страха могут вызывать у человека снижение инсулина так всевозможные состояния могут проявлять влияние как на центральную нервную систему как на позвоночник опорно-двигательную систему пищеварительную систему на систему слухового аппарата даже снижать иммунитет или повышать иммунитет вызывать аллергию астматический кашель подавлять дыхательные процессы включать апноэ в ночное время повышать артериальное давление синдром хронического не специфического язвенного колита может быть ничем иным как невроз или состояние в котором человек находится это очень часто связано с истощением нервной системы это хроническое истощение нервной системы которая может быть связано с четырьмя основными этапами это хроническая бессонница это кислородное голодание это недоедание ограничивания себя в еде это алкоголизм и плохие привычки это может быть связано еще и с тем что человек работает на износ на износ учится на износ пытается запомнить большое количество информации у него формируются бесконечные страхи которые формируются на протяжении дня из-за того что человек испытывает состояние беспокойство по поводу завтрашнего дня страхи из-за того что он вынужден скрывать от кого-то какую-либо информацию возможно долг финансовый или мысли о том что будет завтра такие это может быть связано с бесконечно физической утомляемостью бесконечной моральной утомляемостью бесконечным получением информации которая в большом количестве сейчас подается через различные ресурсы в том числе социальные сети это переживание о себе своих детях и в целом о мире которые могут истощать нервную систему наша нервная система она может истощаться на протяжении осознанно всей жизни ухудшением и более глобальным истощением нервной системы к этому ведут еще и стимуляторы нервной системы которым относится чай который может привести к остановке дыхания в ночное время усугубить у человека дыхательные циклы кстати людям у которых есть проблемы с легкими и люди которые болеют бронхитами и болеют астмой и аллергическими заболеваниями принимать в большом количестве чай не очень хорошо просто знайте в чая находится танин и он может ухудшить состояние дыхательной системы так как может влиять на купирование даже остановку дыхательных циклов поэтому если есть у человека какие-либо сопутствующие пульмонологические заболевания или даже в тезиатрические принимать дополнительно в большом количестве чая для похудения либо ады с чаем для похудения или просто как стимулятор не очень хорошо если вы курите то чай не для вас кстати второе кофе которые мы любим очень принимать тоже истощает нервную систему есть таких препаратов которые могут стимулировать нервную систему нужно всегда знать что есть препараты стимулирующие нервную систему а есть стимуляторы с обратным как бы с обратным эффектом то есть как допустим кофе кофе на какое-то время стимулирует нервную систему но не восстанавливает после этого может происходить откат а что может стимулировать нашу нервную систему стимулировать может таурин стимулировать может гинкобилоба женщин это не всегда потому что в случае если у человека есть невротическое состояние в случае если у человека есть обсессивный компульсивный синдром истерический невроз тревожный невроз неврастенический невроз то это все может дальнейшем не улучшить его состояние усугубить витамины для нервной системы но на первое место конечно нужно поставить витамин b9 b12 ну и минерал который чрезвычайно необходим нашей нервной системы это магний конечно же магний очень важен алкоголь в этом случае как правило имеет вот такой эффект алкоголь может временно на небольшое количество время стимулировать центральную нервную систему но минус алкоголь так как является и таким достаточно мощным седативным седативным веществом также является веществом которое может стимулировать появление высокого количества адреналина в щелях нейрона особенно в мезолимбической системе что в дальнейшем может привести к состоянию депрессии состоянию тревожности в первой половине дня именно поэтому очень часто люди у которых есть трема рук у которых появляется ощущение депрессии на фоне принимания алкоголя они должны знать что им на самом деле не хватает знаете что убрать трема рук не обязательно необходимо похмелем достаточно принять антидепрессант какой-нибудь несложный там допустим флок сетин для того чтобы убрать вот такую вот такое состояние тремора или препарат в большом количестве препарат магния либо принять препарат для восстановления нервной системы b16 b9 магний или там магний b6 вот такой препарат можно принимать это лучше чем утром похмеляться ну что ж раз вам интересна эта тема давайте о каждом из неврозов хотя бы 10 каких-либо неврозах сегодня поговорим я думаю эта тема может быть интересной и она может существенно помочь человеку разобраться все-таки в чем происходит и в чем кроется основная причина большинства заболеваний смотрите часто так бывает что у человека артериальное давление повышено и если у обычного человека артериальное давление на правой руке артериальное давление на левой руке будет приблизительно одинаковое то у человека с неврозом артериальное давление на левой руке может кардинально отличаться от артериального давления на правой руки так как спазмирование сосудов при неврозе происходит различно так при неврозе у человека очень часто может формироваться жидкий стул диспепсия дис синдром раздраженного кишечника так запоры со стороны желудочно-кишечного тракта и вздутия желудочно-кишечного тракта это все может являться синдромами самого обычного невроза сейчас неврозами болеет 80-90 процентов населения и это понятно большой поток информации и возможность человеку быть социальным и следить за этой информацией приводит большому количеству потребления информации бесконечному обучению бесконечному испытыванию стрессов общее ухудшение питания людей с уменьшением употребления углеводов кстати которые восстанавливают нашу центральную нервную систему как бы ни странно именно поэтому очень часто человек на протяжении дня испытывающий страх который вынуждает его выступать на публике оправдываться перед кем-то страх из-за того что кто-то о чем-то узнает может стимулировать этого человека к дальнейшем к тому чтобы он вечером кушал сладкую пищу и не мог никаким образом от этого сдержаться наш организм он очень очень реагирует на невроза особенно это мощно происходит и очень часто влияет на то что у человека эти состояния происходит в ночное время навязчивые идеи ну и давайте хоть немного разберемся сегодня о том какие неврозы бывают и по моему мнению какие можно использовать методы психологические и может быть использовать бады моей компании которые бы могли ну хоть немного улучшить данное состояние и помочь человеку справляться с данными состояниями считаю что данная лекция может быть дальнейшем интересной и может возможно кому-то даст возможность ответить на вопросы почему это появляется или что с вами происходит и так с какого нибудь начнем к сожалению не особо готовился именно поэтому возможно буду перескакивать с одной тему на другую но мы как-нибудь в дальнейшем попробуем создать определенный семинар такой чтобы он был с описаниями которые будут появляться на экране и наверно с рекомендациями ну а пока то что имеем будем начинать с этого большое спасибо за участие давайте начнем я постараюсь сегодня открыть эту тему а вы и скажу с чем это может быть связаны и так генерализированное тревожное расстройство и я начну с тревожного невроза обычно это связано с состоянием тревожности беспокойство возникает более в утреннее время появляется ощущение бесконечных неудач что эти неудачи обязательно будут происходить у человека появляется раздражение гипервозбуждение очень часто связано с повышением гормонов а у мужчин с повышением тестостерона прогестерона у женщин эстрадиола или эстрогенов в общем таким образом можно сказать что очень часто связано с неправильной работой надпочечником с формированием и выделением большого количества кортизола очень часто именно такой невроз который называется тревожный это когда тревожит что же будет дальше как справиться раздражает а муж или раздражает жена очень часто это связано как раз с нашими надпочечниками и очень часто связано если просматривать таких людей в дальнейшем то очень часто у этих людей есть смежные проявления которые появляются в виде гипертонического заболевания сердца и просто повышением артериального давления повышением кровяного давления в макуле сетчатки ухудшение зрения по принципу астигматизма небольшая глухота в среднем возрасте синдром раздраженного кишечника ожирения периодические ощущения давления в груди и есть еще вот такой вот симптом тревожного расстройства когда человек глотает воздух как будто у него не хватает воздуха то есть он хочет вздохнуть зевнуть а воздуха как бы не хватает это тоже является симптомом тревожного расстройства который не является психиатрическим заболеванием а является неврозом началом развития психиатрического заболевания и под как справляться с тревожным расстройством нужно всегда помнить что тревожное расстройство является прежде всего истощением нервной системы любое истощение нервной системы она восстанавливается если человек принимает магний также для центральной нервной системы в моем моей компании есть препарат магнум c300 в нем высокое содержание магния но это не обязательно что вы должны применять только мой препарат но здесь есть еще один нюанс если смотреть на людей с тревожным расстройством очень часто мы замечаем что улучшение при тревожном расстройстве возникает при применении л-аргинина аминокислоты при применении л-аргинина аминокислота улучшается общее состояние исчезает синдром тревожности но если проверять кровь у этих людей на минерала кортикостероиды то оказывается что всегда именно этот гормон минерала кортикостероид понижен и очень часто при синдроме тревожного расстройства если человеку в этот момент начинает давать кальций магний цинк именно эти три минерала участвуют формирование минерала кортикостероидов то это очень заметно улучшает состояние общее состояние человека при тревожном расстройстве поэтому я очень рекомендую людям с тревожным расстройством которое возникает при таким образом появляется постоянное чувство тревоги беспокойство без объективных причин сопровождается повышенной утомляемостью раздражительностью нарушением сна концентрации внимания человек постоянно переживает о будущем и возможных неудачах такому человеку рекомендую магний b6 магний в виде препарата магния препарат l аргинин и принимать препарат кальций магний цинк также из седативных дозволенных без рецепта препаратов которые на сегодняшний день имеют общее наверное восстанавливающее состояние центральной нервной деятельности ну наверное самый простой это настойка валерьяны это просто обычная настойка валерьяна кстати вы можете я даже раньше говорил что случае если таблетки не помогают вам справиться с артериальным давлением начните помимо этого принимать настойку валерьяны и это скорее всего вам будет помогать многие люди тогда мне написали спасибо андрей андреевич да действительно применяя настойку валерьяны улучшилось общее состояние почему потому что это был у них синдром тревожный невроз генерализированного тревожного расстройства второе истерический невроз проявляется чрезмерными эмоциональными реакциями склонность к театральному поведению вспышками гнева или плача часто сопровождается физическими симптомами такими как тремор параличи потеря голоса которые не имеют органической причины то есть у человека внезапно стал очень низкий голос внезапно стал очень сиплый голос внезапно человек начал очень быстро разговаривать у человека к вечеру появляется очень быстрые движения появляется трема рук в спокойном состоянии человек качает головой это говорит о очень высоком адреналине в нейроне и это скорее всего связано у нас с мезокортикальной системой где находится в нейронах адреналин аналогично устраняется препаратами первый препарат в дальнейшем может происходить видите че течение может перерастать в панический атак каким образом устранять это состояние которое хочу сказать является пока еще состоянием невроза еще не переросло в дальнейшее заболевание какими препаратами можно это все устранять для всех абсолютно неврозов очень важно принимать магний знать что он восстанавливает нервную систему и эль-аргинин это очень важно эль-аргинин и магний очень важны в ходе вот такого лечения второе препарат который имеет общее седативное действие который называется поставить моей компании следующее когда у человека появляется вот такое истерическое и появляется истерический невроз он связан с тем такому человеку какие симптомы могут проявляться дополнительно первое запор второе синдром раздраженного кишечника галитоз и запор может быть долго он может смениться на синдром раздраженного кишечника и потом вновь быть запором но может быть хронически может быть хронически синдромом раздраженного кишечника и может быть можно таким людям даже ставить диагноз очень часто у таких людей есть пониженная секреторная деятельность желудка и таким людям могут ставить не специфический язвенный калит у таких людей может быть заброс пищи у таких людей может быть плохой запах изо рта могут быть проблемы связанные с сфинтером воде таким людям могут хронически лечить желудочно-кишечный тракт одно из проявлений это конечно запор запор необходимо лечить очень простое средство при лечении запора у таких людей которые как правило имеют как раз истерический невроз это применение препарата чай франгул который есть моей компании очень рекомендую его принимать он истерический невроз не вылечит а вот проявление этого невроза со стороны пищеварительного тракта состояние общее улучшит при этом данный чай он стимулирует выделение желчи устраняет спазм со стороны желчных протоков случае если есть дискинезии желчных протоков случае если у человека хронический запор и таким людям это может помочь таким людям я рекомендую настойку прополюса принимать это очень эффективно улучшает их состояние желудка улучшает и повышает кислотность желудка устраняет плохой запах изо рта таким людям очень рекомендую принимать препараты элергенин принимать препараты сорбенты для для успока для улучшения общей нервной системы таким людям я рекомендую применять препарат поставит также в случае если есть нарушение сна можно принимать мой препарат который называется соник случае если у таких людей повышается артериальное давление рекомендую принимать препарат амарум дуйко или тонизон есть второй препарат по две таблетки два раза в день однозначно при использовании однозначно можно по моему мнению вот такие истерические неврозы тревожные неврозы фабические неврозы я считаю что на первом этапе абсолютно каждому человеку необходимо принимать кальций магнецин не обязательно моей компании любой другой компании обязательно принимать препараты магния и обязательно принимать препараты можно валерья ну обычную принимать это все безопасно неврастения Неврастения. Неврастения – это синдром хронической усталости. Если вы утром проснулись и через час у вас появляется повышенная утомляемость, раздражительность, сниженная работоспособность, руки опускаются, постоянные физические и умственные истощения, и они возникают даже после отдыха, часто возникают на фоне длительного стресса, переутомления нервной системы, проявления импульсивности, агрессии, после этого усталость, сонливость, хочется спать, можете точно не сомневаться. У вас, скорее всего, синдром неврастенический или синдром неврастении, и эта неврастения лечится. Каким способом это необходимо все устранять? Самые простые способы – это применение антидепрессантов, конечно, но мы же не говорим о психиатрическом заболевании, допустим, депрессии, а говорим о пока еще развивающемся заболевании, которое называется невроз. При таком неврастеническом неврозе я рекомендую принимать препараты для стимулирования нервной системы или стимуляции нервной системы. Это препарат таурин, это витамины супра. Принимать настойку прополюса, она очень эффективна в случае, если у человека неврастенический синдром. Принимать комплекс минералов, называется в моей компании Минераликс. Принимать препараты общего такого, даже не седативного действия, а общего восстанавливающего центральную нервную систему. Это препарат Пастовит моей компании. Препарат Дитарекс моей компании. Можно начинать принимать препараты, если нет у вас истерического невроза. Можно принимать препарат, допустим, аминокислоту L-триптофан. L-триптофан участвует как раз, является прекурсором при формировании серотонина и при формировании дофамина. И улучшает общее состояние. Еще раз хочу сказать, уважаемые господа, когда вы начинаете лечение свое и видите, что у вас, допустим, принимаете какие-либо препараты, которые должны лечить вам желудочно-кишечный тракт и не работают эти препараты. Или должны лечить вас от головной боли, не работают препараты. Или от артериального давления и они не работают. Препараты, которые могут улучшить состояние вен и не действуют. От головокружения не помогают, от бессонницы не работают. Знаете, вы, скорее всего, болеете заболеванием невроз. Психическим пока еще. Даже не психическим, а психологическо-психическим. То есть это не генерализированные приступы, а это просто истощение нервной системы. Поэтому и восстанавливать необходимо нервную систему. Ну а о восстановлении нервной системы нужно сказать еще вот что. Что ее восстанавливает? Первое, исключение по возможности максимальной информации. То есть старайтесь убрать максимальную информацию, которая окружает вас. Уберите телефоны, отключите их. Дайте себе слово на протяжении хотя бы 7 дней не прикасаться к телефону, отвечать только на звонки. Постарайтесь не смотреть телевизор и даже не читать книги. Второе, в случае, если у человека появляется большое количество адреналина, то один из способов устранения из нейронных щелей адреналина, который возникает на фоне каких-либо страхов, это обычная ходьба. Ни быстрое, ни бег, ни физические упражнения. Это обычная медленная ходьба. В случае, если у человека есть истерические состояния, его дыхание очень ускоряется. Если у него страх, то он замедляет дыхание и пытается не дышать. Как бы дыхание, при котором он делает вдох и дальше не дышит. Старайтесь научить себя контролированным вдохом и выдохом. Каким образом? Включайте звук, при котором будет 70 или 60 ударов. При этом один удар пусть будет один вдох и выдох. Таким образом, дыхание должно быть приблизительно таким. Вдох и выдох на протяжении одной секунды без задержки. Таким образом восстанавливается наша центральная нервная система. Где-то приблизительно так. Вдохи не должны быть агрессивными. Вы не должны задыхаться. Вы учите свое тело плавно обычному дыханию, которое в обычной жизни должно соответствовать обычной жизни человек. Вот когда-нибудь это сделайте. Возьмите телефон, найдите, как он называется, это оборудование, которое отчет делает, не камертон, а, не знаю, напишите, если знаете, который в музыке используется. И поставьте его на 60-70 ударов в минуту. На вдох и выдох один удар пусть будет приблизительно так. И дышите одну минуту. Как только повышается артериальное давление, садитесь, дышите одну-две минуты. Через 20-30 минут можете измерять, артериальное давление будет в порядке. Это связано с тем, что при артериальном давлении вдохи и выдохи изменяются. И либо вдох короче, вдох длиннее, что говорит о том, что человек испытывает страх. Либо выдох длиннее, что говорит о том, что у человека находится истерия или тенденция к развитию маниакальных таких состояний. То есть он находится в состоянии раздражения, импульсивности, тревожности, которые были активно спровоцированы как раз нервными такими состояниями. Фобический невроз. Основной симптом наличия выраженных иррациональных страхов фобии, таких как страх высоты, закрытое пространство общения с людьми. Фобии вызывают сильные эмоциональные и физические реакции, включая панические атаки, потливость, учащенное сердцебиение. Чем это необходимо устранять? Препарат Паставит, далее препарат Магний-B6, препарат Магнум-Ц300, препарат Паставит, я уже говорил. Также можно принимать еще один препарат, который называется ЛЛС. Также я хочу сказать, что очень часто почему-то есть, кстати, определенные исследования, которые говорят об аномальном применении определенных ингаляций, в ходе которых у человека очень улучшается центральная нервная система. При неврозах очень рекомендуют ингаляции с хилатами железа или с раствором, в котором есть хотя бы небольшое количество растворенного железа. Это может быть цитрат железа, хилат железа, какой-либо другой вид железа. Каким образом выполнять? У меня есть препарат, он называется жидкое железо или наноаквахилат железа. Можно применять так. Одна чайная ложка в раствор воды заливается в камеру ингалятора. И в случае, если у вас есть неврозы, периодически не более 1-3 минут, производите вот такие циклические глубокие дыхательные процессы через камеру компрессионного ингалятора. И второе, это скорее всего использование спрея для носа, уже не в виде ингаляции, это спрея окситоцина. Окситоцин широко применяется для стимулирования, так как является вазодолотатором, то есть расслабляющим мышечную мускулатуру. При вынашивании ребенка делают инъекцию внутривенно женщине, и он вазодолатирует мышечные волокна матки, и происходит стимуляция родов. Но есть исследования, которые, кстати, в некоторых поисковых системах написаны как подтвержденные, а в каких-то написаны как неподтвержденные. Тем не менее, я хочу сказать по опыту, что да, в действительности применение назально в виде спрея препаратов окситоцина, допустим, детям, у которых есть нарушение коммуникации, очень улучшает общее состояние таких детей. То есть эти дети, которые не хотят ни обниматься, ни идти навстречу, ни коммуницировать ни с психологом, ни с детьми, ни с родителями. Если ребенок асоциальный, неконтактный, и таким детям очень рекомендую использовать спрей для носа, который называется окситоцин, и такой спрей для носа может очень улучшить общее состояние. Еще несколько слов о фобическом неврозе. Очень часто, по моему мнению, такой фобический невроз является еще и проблемой ацидоза. Очень часто женщины, которые специально голодают, специально недоедают, ограничивают себя в пище. Переходя на кето-диету, по которой объясняет доктор Берг, у меня нет никаких претензий ни к каким врачам, это просто мое такое индивидуальное мнение, могут приводить свой организм к тому, что развивается ацидоз, и в дальнейшем, как ни странно, у очень многих людей, у которых развивается фобический невроз, импульсивный невроз, неврастенический невроз, даже панические атаки, очень часто у этих людей как раз и развивается ацидоз, то есть повышается очень кислотность крови. У таких людей уменьшается кислород в крови, развивается нежелезистая анемия, у таких людей может появляться отдышка, потому что очень выделяется адреналин, может очень увеличиваться эстрогены в этот момент. Каким образом помогать таким людям и что необходимо делать? Таким людям необходимо применять препараты для активности или увеличения активности надпочечников. Чем сильнее работают надпочечники? При помощи чего они работают? Смотрите, надпочечники, они обычно выделяют у нас ряд гормонов. Это адреналин, норадреналин, второе это кортизол, и третье это минералы кортикостероиды. Для чего это необходимо? Кортизол необходим для того, чтобы стимулировать выделение половых гормонов. Также половые гормоны могут стимулировать формирование гиалуроновой кислоты, а гиалуроновая кислота может стимулировать формирование половых гормонов. В свою очередь, желание половое или высокие половые гормоны во время овуляции, или во время возбуждения реакции у мужчины, там стимуляции какой-либо это все может вызывать активность и дополнительно приводить к стимуляции коры надпочечников и к дополнению увеличивать кортизол который может приводить к спазмированию сосудов увеличивать адреналин что может приводить к артериальному давлению и так далее и тому подобное но здесь есть один механизм о котором хочется сказать еще раз этот механизм называется механизм минерала кортикостероидов минерала кортикостероиды очень важны для функциональной деятельности наших надпочечников как правило именно недостаток минерала кортикостероидов декомпенсируется кортизолом и декомпенсируется адреналином так для того чтобы этого не происходило человеку достаточно увеличенные дозы кальция магния и цинка на протяжении какого-то периода времени а именно осеннего и весеннего для того чтобы не было в дальнейшем развития страшнейшего развития и обострения неврозов я рекомендую применять просто вот такой трех компонентный препарат он кстати есть моей компании стоит очень недорого кто бы мог подумать скажите депрессивный невроз проявляется постоянным чувством подавленности апатии сниженным настроением утраты интересов к жизни в отличие от клинической депрессии состояния менее выражена но также мешает нормальной жизнедеятельности ухудшает качество жизни депрессия обычно возникает у человека когда он говорит себе что это невозможно когда человек говорит что вот у меня не получилось или вот это тупик или нет этого я никогда не отдам там деньги у меня никогда не получится уйти от мужа или у меня не получится решить свои вопросы денежные это все вызывает тупик он может быть осознанным а может быть неосознанным один из таких механизмов которые может помочь человеку преодолеть депрессию является компонент или такой психологический маневр можно его назвать или прием это когда человек создает предлата создает продолжение вместо тупика то есть у человека вызывает депрессию вот мне не чем заплатить и человек может на этом зациклиться горь мне нечем заплатить как же я буду жить человек должен это изменить и произнеси себе мнение чем заплатить но скоро будет чем заплатить я не я не могу похудеть но скоро я смогу похудеть я болею но скоро я смогу выздороветь у меня ничего не получается но скоро я смогу это преодолеть и так далее Такими антидепрессантами моей компании это препарат ЛЛС, препарат Сирантал, препарат Паставит. Это капли, это растительные компоненты такие. Вот есть очень хороший чай, называется тибетский сбор. Он очень эффективно воздействует на центральную нервную систему. Седативно и восстанавливающий. Это зверобой, березовые почки, ромашка и хвощ. Итак, хвощ, березовые почки, ромашка и зверобой. Корень хвоща может. Березовые почки, зверобой. Можно вместо хвоща бессмертник. А если повышается артериальное давление, то можно вместо него либо корень диаскорей, либо даже можно аир, корень аира. Неважно, все по одной части взять. Перемолоть. Одна столовая ложка на стакан кипятка и принимать. Можно просто тибетский сбор в чистом виде. Это березовые почки, ромашка, зверобой. И березовые почки, ромашка, зверобой. И бессмертник. Вот такие компоненты. Гипохондрический невроз. Характеризуется постоянной озабоченностью своим здоровьем. Поиском несуществующих заболеваний. Человек интерпретирует любые телесные ощущения, как симптомы серьезных болезней. Несмотря на отсутствие объективных данных о патологии. Такие люди очень часто мне пишут. Андрей Андреевич, у меня есть ощущение, будто у меня в животе ползает что-то. Возможно, это глисты или гельминтозы, глистные инвазии. Очень часто человек начинает фобически придумывать себе какие-либо заболевания. Допустим, каждый врач вам скажет, что глистные инвазии, они не могут передвигаться под кожей. Но каждый больной с фобическим неврозом, гипохондрическим неврозом, он может в дальнейшем сказать, что у меня такое заболевание есть под кожей, что-то ползает. Я умудряюсь даже фотографировать это. У меня там в животе не вздуть, а ощущение, будто ползает что-то и так далее. Это ползание, это наше объяснение. На самом деле это миграция газов, которые связаны с метеоризмом. Это не всегда связано с глистами. Это, как правило, не связано с глистными инвазиями. Но интернет, он связан еще и с терроризмом. Очень часто терроризируя обычное население. Запугивая типичное население, приводят к тому, что объясняют, что глистные инвазии, от них избавиться невозможно и так далее. На самом деле влияние глистной инвазии на человека, а также наличие глистной инвазии у человека в большинстве своем преувеличено. Это очень несложно лечиться. Есть препараты, которые на 100% эффективно устраняют. Это, ну, самые простые, это три таблетки, там, альбиндозола какого-то, там, декарис какой-нибудь. То есть есть препараты, которые гарантированно это все лечат. И считать, что все заболевания от глистов, это является уже фобическими неврозами. И, скорее всего, человека такого бесполезно переубеждать. Бесполезно переубеждать, потому что он подвергся террору. Хочу еще раз напомнить, что такое террор. Террор – это влияние деструктивной информации, в ходе которой единственной целью является запугать того человека, который эту информацию получает. Поэтому, если вы получаете какую-либо информацию с какого-либо источника, и эта информация вас чрезвычайно пугает, и после которой у вас появляется тяжелое ощущение, знайте, вы подвергаетесь террору или по-другому деструктивному террористическому нападению. И это можно называть террористическим актом. А у нас терроризм в наших странах, европейских, не знаю, как у вас там, в азиатских, запрещен законом. Поэтому любое запугивание, в вас глисты, или в вашем теле находятся грибки, или в вашем теле находится еще что-то, является ничем иным, как проявление терроризма по отношению к обычному населению. Если у вас есть желание проверить себя на глисты, то необходимо сдать, произвести исследование и посмотреть, есть ли там у вас яички глистных инвазий, есть ли у вас там амебиоз, или лямблиоз, или еще что-либо. Это все сейчас можно обнаружить. И можно обнаружить в калии, можно обнаружить в крови и так далее. Таким образом можно сказать, что да, в действии. А если обнаружить, то после этого провести лечение и не обнаружить. И потом еще спустя некоторое время это все устранить. Но человеку, у которого есть невроз, еще из фобии такой, доказывать, что у него это не является заболеванием, а нужно лечить магний, пить, для того, чтобы успокоить нервную систему, очень часто невозможно. Самые простые препараты, еще раз хочу вам сказать, это их три. Это магнум-цит-300, это препарат кальций-магнийцинк в таблетках, можно еще препарат В6, там магний В6 принимать. И можно еще принимать для... Почему кальций-магнийцинк или минераликс еще можно? Это работа с надпочечниками для уменьшения адреналина. Дальше L-аргинин для убирания и выведения избыточного адреналина на фоне перенесенного страха из мозга. У нас там есть дофаминовые мосты, и в нейронах вместо дофамина накапливается серотонин и накапливается адреналин. И очень часто это вызывает, в случае если серотонин, то это вызывает у человека генерализированные тревожные расстройства, вызывает у человека депрессию. В случае если накапливается дофамин в определенном... Или адреналин, то вызывает у человека депрессию тяжелейшую, хроническую, состояние тревоги, и даже эпилептические могут быть припадки. Это все называется дофаминовые мосты. Мезокортикальная, мезолимбическая, негростриальная, негростриальная и так далее. То есть это все неправильное формирование и накопление дофамина, накопление адреналина. Как правило, именно адреналин и серотонин, который накапливается в нейронах и не имеет возможности покинуть данные триггерные места, рассматривается нашим отделом темное ядро прозрачной перегородки нуклеуса кумбенс, как компонент какого-то тяжелого расстройства. И это очень часто происходит, как раз на фоне вот таких формирования самих неврозов. И очень часто это устраняется легко. В мозге устранить это все можно магнием и обычным эль-аргинином. Эль-аргинином. И холиновые мосты дофамина. И мезолимбические, и мезокортикальные, и негростриальные, везде, где есть переизбыток, там чего угодно, там допустим, серотонина, или адреналина, или дофамина, или холина, или эль-холина. Это все можно выводить. Почему? Есть у нас вещество, это аминокислота, л-аргинин, которая с успехом это все может делать. При истощении у человека формируется Паркинсона. При истощении центральной нервной системы и ее истощение нервной системы может приводить к заболеванию синдрома бокового амиоспатического синдрома. Может приводить к развитию рассеянного склероза. Может приводить к различным заболеваниям, когда человек даже провести аналогию не сможет. То есть он будет лечить все, что угодно, но не невроз. То есть он может лечить позвоночник годами. Может ему ставят диагнозы листосы, стихандросы, могут ставить ему грыжу шморля и что угодно. И это все может быть следствием невроза. И как необычно устраняет. Можно давать человеку препараты обратного захвата серотонина. Можно давать препараты стимуляции серотонина или дофамина. Можно давать препараты с алхолином. Но это все не решает проблему с истощением нервной системы. Но решает проблему основную в случае, если давать L-аргинин. L-аргинин по 3 грамма на 1 стакан воды на протяжении 1-2 месяцев заметно улучшает состояние нашей центральной нервной системы. Устраняются следующие заболевания. Улучшается артериальное давление. Улучшается состояние сетчатки. Уменьшается стадии глаукомы, катарахты. Улучшается слух. Исчезает головокружение. Улучшается состояние позвоночника. Устраняется синдром раздраженного кишечника. Исчезает запор. Исчезает треморук. Улучшается сон. Боже мой! Всего лишь L-аргинина, минокислота. Это же так несложно. На сегодняшний день есть доказательная медицина. Она утверждает, что применение магния, применение медь содержащего препарата совместно с применением L-аргинина может очень улучшать состояние при развитии деменции, при развитии заболеваний Альцгеймера, при заболевании Паркинсона, при заболевании БАС, при РАС и так далее. Уменьшая атеросклероз, улучшая общий холестерин. Это же чудо! Но только применять надо в больших дозировках. Где находятся в моей компании данные препараты? L-аргинин находится в банке вот такой. Не знаю, наверное, у меня здесь есть или нет. L-аргинин в банке в виде порошка. Там оно идет с колпачком. Один колпачок, один грамм. Вот три колпачка на стакан воды. Принимайте на протяжении одного-двух месяцев. Успокойтесь, перестанет, исчезнет внутренний тремор. Вот эти все ощущения, где ощущения, что там кто-то ползает в вас, где-то там что-то шумит, голова кружится, позвоночник болит, просто исчезнет. Улучшится зрение, улучшится слух, исчезнет, во всяком случае не будет гипертонических кризов. Улучшится общее состояние пищеварительного тракта, все состояния. А магний, а где находится медь? А медь находится в препарате алгоцин. Вот если при Паркинсоне или при Альцгеймере хорошо применять л-алгоцин препарат и л-аргинин совместно. То есть в один стакан воды одна чайная ложка алгоцин и три колпачка мерных по одному грамму л-аргинина. Размешивайте, можно добавить мед, даже это безопасно, и принимайте. Что будет происходить? В случае, если есть нарушение мезокортикального дофаминового моста, у человека происходят отеки. В случае, если человек теряет слова и не может вспомнить слова, это говорит о том, что у него есть нарушения мезолимбические и нарушения холиновые. В случае, если у человека есть гипервозбудимость, он не может заснуть, нарушение циркадных ритмов, он не спит. И это все может проявляться в виде отечности, увеличения лимфосистемы, увеличения лимфоузлов, и даже опухоли грудей, узловой зоб на этом фоне возникает, даже кисты очень часто возникают у женщин на яичниках. Это все неврозы, милые мои, но очень легко лечить обычным маргинином, прям очень легко, но первое требование должен быть обязательно чистым, второе требование, он должен быть обязательно в большой дозировке, не менее трех грамм, на 70-80 килограммов веса, одного раза, один раз, в день достаточно, для того, чтобы справиться с метеоризмом, хроническим тяжелым панкреатитом, бесконечным метеоризмом, большим животом, желанием кушать по ночам и так далее. Так это супер вообще. Ну, я знаю, что об этом многие молчат, при этом прекрасно это знают. прекрасно. С где-то 2011-2013 года огромное количество публикаций есть, они монументальные, можете в Википедии сейчас набрать буквально Эль-Аргинин при лечении болезней Паркинсона. И там можете почитать, что и Альцгеймера, и там можете почитать, что ух ты что ж, оказывается, да, действительно, есть такая парадоксальная идея, что да, действительно, у группы людей, которые страдали Паркинсоном и страдали Альцгеймера, применение аллергенина заметно улучшало их общее состояние, но сказать, почему это происходит и от чего это происходит невозможно. Так я знаю, почему. А почему это невозможно? Ну, потому что продать мамонтин гораздо дороже можно, а аллергенин нет, он же дешевый, поэтому, а лечит он лучше. Ну, и, конечно, таким образом можно перейти не очень корректно, недозаработать целым формокомпанием. Ну, мы об этом не будем. Гипохондрический невроз рассказал. Кардионевроз. О, это невротические расстройства, проявляющиеся приступами учащенного сердцебиения, отдышкой, когда, ой, не можете вздохнуть, как будто воздуха не хватает, болями в области сердца, ой, что-то там болит, ощущает, прям стучит сердце, вечером распереживались, не можете дышать, задыхаетесь, ночью храп. Это все эмоциональные переживания, страхи, стрессы, при этом органические нарушения в работе сердца нет. Очень часто, очень часто не появляется у таких людей, не, не, на общем ЭКГ не появляется нигде ни напряженности, ни блокады, ни пика, ни кузубцов, то есть, в общем-то, не каких-то компенсированных процессов, то есть, не возникает этого ничего, то есть, кардиограмму такие люди сдают и говорят, да, сердце у вас хорошее, а человеку очень плохо в этот момент, он не может, он вздыхает, ему плохо, у него может артериальное давление подняться, упасть, он не знает, что делать. Таким людям помогает валерьяна, им достаточно дать валерьяну для того, чтобы они улучшили самочувствие. Но очень часто такие люди не понимают, что принимать, начинают принимать, там препараты, снижающие артериальное давление, этого им не нужно, или начинают там принимать препараты от тахикардии, это тоже не нужно, это в общем все имеет какие-то побочные действия, не всегда улучшает общее состояние. Невроз ожидания, вот еще есть такой, это все известно, это человек, когда там ожидает поезд, не может зайти на вокзал, не может зайти в магазин, не может зайти на поезд, не может встретиться с мужчиной, не может зайти в кафе, важную встречу нужно отложить, выйди с кем-то, переговорить, нет, дома буду находиться. Человек испытывает вынужденную тревогу и страх в случае, если ему необходимо коммуницировать как с одним человеком, так в общем-то и коммуникацией с обществом. Это тоже невроз. Посттравматический невроз, это ПТСР, это в случае, если человек пережил психологические травмы, какие, ну какие угодно, психологические могут быть, там катастрофа, пережитые травмы военные, насилие, трагические события, они могут включать еще и у человека флешбеки, ночные кошмары, повышенную тревожность, эмоциональное оцепенение и так далее. Давайте, о неврозах можно говорить бесконечно, я могу их продолжать, сюда можно отнести еще обсессивное состояние, когда человек считает, что что-то 100% должно произойти, что-то, кто-то его преследует, обязательно где-то, кто-то преследует, это может быть преследование духа, преследование души умершего, это обсессивное состояние, может быть компульсивное состояние, которое является автоматизмом, то есть оно обычно вызывает страхом и у человека вызывает страх допустим я не в я не могу выйти на улицу или я не могу сесть на диван потому что и дальше страх на диване находится сейчас один миллиард бактерий которые могут влиять на меня и я после этого заболею обязательно умру и вот человек начинает там пылесосить очень долго или там бесконечно мыть руки может это доходить до того что у человека появляется какие-то автоматические привычки то есть перед тем как сесть на диван он должен там 50 раз пропылесосить просто нее многократно вытереть при этом там одежда должна лежать только таким образом они другим и складывать одну и ту же одежду по сто раз мыть руки или там по 10 раз это все может формироваться на фоне развития еще и психиатрического заболевания какого-либо там кандинского клерамбо или шизофрении или даже какого-либо еще ну и это все как бы в преддверии неврозы они все могут быть сформированы на фоне как раз истощение нервной системы давайте сегодня я еще раз повторю как же все таки можно нашу нервную систему восстанавливать с чем это связано начнем с того что наша нервная система в животном мире она исключительно была связана с состояниями малого количества информационного воздействия то есть животные находясь в общей природе они подвергаются временным стрессом они постоянным мы же в свою очередь отличаясь от них подвергаемся бесконечным стрессом которые у нас могут формироваться не только от коммуникации с обществом а еще и на фоне пользования нашими телефонами какими-либо другими социальными сетями то есть первое что необходимо сделать отказать себе на время в получении необходимой как нам кажется информации второе претензии на время можно претензии преуменьшить и стараться говорить слова которые конечно же во имя спасения должны быть сказано это не обвинение себя то есть человек может говорить себе иногда хотя бы себе опять таки это не нужно говорить людям это работа с собой произносить себе ну буквально такие слова я ни при чем то есть у кого-то есть плохие привычки кто-то может ругаться у кого-то плохое настроение у кого-то артериальное давление но этот человек имеет при этом претензии у него там болит что-то и так далее этот человек претензии выливает вам но вы же не при чем то есть а человек начинает говорит видимо я не то делаю я не так себя веду что-то мир мне хочет сказать и так далее но иногда снять из себя ответственности за то что другому человеку кажется что вы делаете что-то не так является небольшим возможно но спасительным кругом для того чтобы человек мог преодолеть такие возможно воздействия на себя то есть не всегда нужно быть ответственным иногда можно говорить я ни при чем опять таки эта палка имеет две стороны поэтому снимать себя тотально ответственность за все и говорить на все и ни при чем не нужно следующее от следующая контролировать контролировать цикл который называется 11 часовый цикл формирования эмоций существует 11 часовый или 11 и 11 часов и 2 минут и 20 минут цикл который называется циклом формирования эмоций он может длиться у одних людей от 7 и даже 6 часов до максимально до 11 или 20 минут этот цикл формирования эмоций когда одна эмоция может повлиять на человека спустя максимальное время 11 с половиной часов так или 7 или 8 или 9 или 10 или 11 с половиной к чему я вас призываю и что я хочу вам сказать смотрите если человек на ночь смотрит информацию в ходе которой люди выживают испытывают состояние боли и страдания у людей крики и скандалы то эта информация в тот момент когда вы ее смотрите не влияет на ваше сознание она никак не влияет она влияет на переменное ваше сознание и сформирует у вас самочувствие психическое спустя максимально 11 с половиной часов но как правило это происходит у здорового человека приблизительно через семь часов то есть условно можно сказать для человека чрезвычайно важно перед сном смотреть положительную информацию это очень важно потому что та информация которую вы получаете перед сном спустя ночь сформирует ваше психическое самочувствие внимательно эти услышьте смотрите страх который у вас возникает повлияет на вашу поджелудочную железу беспокойство и переживания по поводу чего-то повлияет на кроветворение злость и ненависть повлияет на ваш желчный пузырь и на функцию дефекации если вы злитесь на ночь что утром будет запор если вы на ночь испытываете состояние страха то утром может сформироваться диарея если вы если у вас переживание что у человека очень плохо ему некуда идти то утром это может сформировать депрессию и это может сформировать его с дальнейшим проблемы связанные с дыханием с вирусом с понижением нервной системы страх при этом может вызвать у вас с утра и даже ночью ощущения частого мочеиспускание нуреза или там недержание мочи и так далее то есть всегда начинайте с этого наблюдайте затем какую информацию вы получаете потому что информация утром вы ругаетесь а это сформирует у вас вечером настроение на ночь вы что-либо смотрите это с утра сформирует у вас настроение именно поэтому контролируйте обязательно то что вы смотрите так чтобы у вас не было активных невероятных состояний которые могут у вас вызывать деструктивные состояния особенно страх что человек там без еды останется не смотрите никогда как одни люди за что-то переживают не могут с чем-то справиться не смотрите фильмы о войне не смотрите фильмы в ходе которого кого-то убивают казнят не смотрите пытки не смотрите фильмы ужасов не смотрите мелодрамы в ходе которой кто-то очень сильно страдает переживает не смотрите новости как говорил профессор преображенский профессору доктору барменталью и так далее делайте это утром то что вы утром сделаете и проявите в виде депрессии ненависти и неврозов вечернее время перед своими близкими это не так страшно они ваши близкие они все это смогут пережить а вот то что вы делаете на ночь это очень болезненно скажется потому что утро формирует у нас целый день и если человек с истощением в утреннее время встает то до вечера он будет уже накручены совершенно накачан вот этими всеми состояниями а именно адреналином адреналином что приведет в дальнейшем к этим всем состояниям о которых я сегодня говорил то есть к состояниям невроза ну и сон это очень важно питание в питании должно быть обязательно 70 процентов белка 20 процентов жиров 10 процентов углеводов но в случае истощения нервной системы углеводов должно быть больше вот откуда вы они берутся эти сладкоежки и хомячки подобно мне потому почему мы много работаем много общаемся много больных переживаешь за все много детей много всего и есть конфетка почему потому что конфетка приводит к увеличению дофамина мезолимбической системе что приводит к вытеснению адреналина и к вытеснению серотонина что в итоге делает нас вот такими полными потом почему а потому что мы испытываем состояние беспокойства и так далее ну и для того чтобы этого не было нужно просто знать сон и небольшое увеличение углеводов как ни странно восстанавливает нервную систему очень хорошо особенно на первое место нужно поставить поставить мед 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 в силу того что в нем находится большое количество калия калия является мере лаксантом расслабляет наше тело помогает человеку справиться очень часто состояниями физического каркаса или физической напряженности поэтому свежий мед особенно липовый мед случае если у вас нет цехного диабета 1 и 2 типа в случае если не страдаете очень сильно ожирением то можете мед принимать соблюдение циркадных ритмов это это засыпать до 12 часов ночи что очень часто нам не подходит но случае если у вас есть сбои циркадного ритма то у вас будет после 12 часов обжорство и вам будет очень хотеться кушать для того чтобы это купировать и вам не хотелось принимайте вместо еды на ночь обычные протеиновые коктейли во первых это очень полезно я хочу вам порекомендовать мой протеиновый коктейль он называется star way platinum в нем находится кальций магний цинк а также в нем находится протеин сывороточный а также в нем находится коллаген гиалуроновая кислота серебряный на вна аквахилат и золотой на аквахилат также в нем находится элергенин для чего я это сделал если утром выпить такой коктейль одну столовую ложку то утром и в обед есть не хочется если вечером выпить три столовые ложки этого коктейля то на ночь есть не хочется ложишься с чистой совестью и так далее можно ли обходиться без еды на этом коктейле как показала практика очень эффективно можно худеть я это все пробовал делать могу сказать эффект просто мега но я к этому не призываю истощение нашей нервной системы отсутствие глюкозы очень часто приводит нас к тому что у нас появляются вот такие неврозы именно поэтому очень часто люди которые говорят там полностью устранила не ем глюкозы вообще у меня нет углеводов я целиком даже жевачку не жую дальнейшем случае если эти люди не используют кальций магний цинк и не используют минералы могут за могут получить удары истощение центральной нервной системы одно из разновидностей невроза и в дальнейшем формирование такого неблагополучного опыта в виде панической атаки или какого-либо неприятного состояния бессонницы и так далее так вот восстановление циркадных ритмов можно делать используя препарат который у нас называется мелатонин в небольшой дозировки мелатонин не нужно пить на ночь мелатонин не нужно пить на ночь так как циркадные ритмы их контроль происходит на протяжении всего дня очень часто утренняя дефекация как раз и связано с тем что у вас в норме циркадные ритмы а в случае если у вас утром дефекация на ночь вы запросто ложитесь спать то вам принимать мелатонин нет никакой необходимости но если у вас есть утром запор а ночью бессонница то мелатонин вам пожалуй нужен когда его принимать на протяжении дня одна таблетка на протяжении дня для восстановления циркадных ритмов циркадные ритмы это ритмы нашего физического тела запрограммированные в нашем сознании наверно в подсознании которые контролируют наши засыпания пробуждения восстановления дефекацию а также нейрорегулятивные декомпенсации вот эти вот все комплексы способны восстанавливать вот таким препаратом который называется мелатонин если это необходимо по поводу адреналиновых детей а отсутствие у человека максимальная максимальная максимальное состояние концентрации то есть у человека навязчивая идея он не может никак с этим справиться то есть он с утра до ночи что-то должно произойти что же делать и так далее это говорит о том что человеку не хватает еще называется гамма аминомасляная кислота гамма аминомасляная кислота то есть если у человека гипер сосредо что-то произошло во мне что-то ползает что-то произойдет меня кто-то преследует принимайте препарат гамма аминомасляной кислоты называется гаммк это в моей компании продается ну можно купить где-либо еще далее в случае если у вас заговариваетесь теряете слова очень быстро разговор так сколько что такое невроз ожидание возникает случае если вот так вот быстро разговариваете то вам необходимо добавить альфа-липоевую кислоту она способна снижать маниакальные такие приступы снижать вот такие фабические неврозы и даже помогать при невротических неврозах и даже при неврастении с потерей сил и тогда человек говорит андрей андреевич у меня совершенно нет сил это скорее всего неврастение это скорее все но есть сейчас еще понятие синдром хронической усталости я вам хочу сказать что при лечении синдрома хронической усталости обычно человеку назначают всего лишь всего лишь витамины но особенность наших мульти витаминов заключается в том что есть просто витаминные комплексы это там допустим а b c и там d еще в лучшем случае без минеральных комплексов но и если вам повезет это могут быть еще и с минеральными комплексами допустим это может быть а b c е это может быть все витамины b может быть витамин d и дальше там могут быть минералы и очень хорошо если там будет и аскорбиновая кислота и фолиевая кислота и альфа-липоевая кислота и там я не знаю янтарная возможно даже если там будет йод если будет самое важное кальций магний цинк так у человека при синдроме хронической усталости можно давать витамины где нет кальция магний цинка и человеку улучшение к улучшению его не приводит а если дать ему просто кальций магний цинк это стимулирует кору надпочечников поэт подавляет кортизол у человека улучшается общее состояние ну конечно как подавлять кортизол но знаете есть еще здесь как писал свое время зигмунд фрейд в дальнейшем наш профессор лурия они говорили о том что есть еще сексуальная подавленность или сексуальная подавленность и так далее и одна из таких работ особенно фрейда который является психологом не являлся никогда психиатром заключается в том что в человеке есть подавленная эта сексуальность и так далее с позиции физиологии подавленная сексуальность это скорее всего неправильное функционирование гормональной системы на фоне неправильного функционирования опять таких на почечников то есть выделяется кортизола больше при этом либо эстрогены начинают шуровать либо прогестерон снижается либо эстрадиол снижается либо тестостерон снижается либо наоборот очень большой тестостерон ну как правило очень маленький либо это может быть даже на фоне центральной нервной системы то есть это может быть там но на тропин это может быть снижение аутоиммунного аутоиммунного тиреотропного гормона. Это может быть на фоне снижения инсулина. Это может быть на фоне повышения адреналина. Но это можно все купировать, если знать о применении минерала кортикостероидов. Скажите, вам было интересно? Хорошая получилась лекция в итоге. Опять-таки хочу сказать, я совершенно не являюсь специалистом в области неврозов, но опыт небольшой в этой области имею. И завершим сегодняшний разговор все-таки вопросом наших невротических детей. Очень часто дети. Они быстро растут. Наша система организма вся, помимо всего прочего, имеет до 30% кальция в своей системе. То есть вся наша опорно-двигательная система, она из кальция состоит. Также кальций находится у нас в крови, является электролитом нашего сердца. Находится кальций у нас в костях, в ногтях, в дерме, в эпидермисе. Очень важно, кальций важен для иммунитета, для формирования нейрогормонов, для функциональной деятельности нуклеосокумбенс, для деятельности паращитовидной железы, для деятельности даже гипофиза. И для иммунитета уже сказал. Для иммунитета не верите? Ну, почитайте о витамине Д3. И, конечно же, наши дети, что происходит, если ребенок растет быстро и в дальнейшем недополучает кальция? У него происходит снижение артериального давления. И для того, чтобы его артериальное давление стимулировать, организм выделяет адреналин. Там, где есть адреналин, есть страхи. И у ребенка формируется страх. Такие страхи воздействуют на мочеполовую систему. У юношей и у девочек на этом фоне недостаточности кальция формируется. Энурез ночной. Это значит, ребенок вырастет и будет очень большой. Я проводил исследования. У большинства детей, у которых было в возрасте до 7 лет Энурез, в дальнейшем был очень высокий рост. И очень часто, если такому ребенку просто давать кальций, то этот ребенок спит лучше, успеваемость у него лучше, и он становится спокойный. Почему? Потому что адреналин для стимуляции сжатия сердца хуже, чем кальций, который является электролитом и должен влиять на нашу сердечную мышцу для ее сжатия и релакса. Ну и, конечно, таким детям лучше всего кальций. Второе, магний таким детям необходим. Почему? У ребенка, который очень активный, у них очень часто есть вспотевание. Недостаточность магния приводит к тому, что ребенок дерганный, руки трясутся, неряшливый, не может быстро сделать плавно движение. Наши дети на фоне своего гиперобучения сжигают огромное количество магния и на фоне гиперроста сжигают огромное количество кальция. Наши дети тотально страдают от нехватки кальция и магния. А мы кричим дома с вытарочными глазами, что они тупые. На самом деле ваши дети просто хотят кальция и магния. Им это очень необходимо. Начните давать кальций и магний детям. Какие это препараты? В моей компании это кальций и магний B6. Это препарат жидкий кальций для детей, а также жидкий магний для детей. Можно давать жидкий магний с апельсиновым соком. Ребенку одна столовая ложка один раз в день и давать жидкий кальций одна чайная ложка два раза в день с малиновым вкусом. Давать это необходимо на протяжении от двух, ну можно три месяца. И вы увидите результаты. Почему? Ребенок быстро вырастет, у ребенка улучшится общее состояние кожи, ребенок станет послушным, устойчивым психически, утром не будет проблем с вставанием, исчезнет энеррес, в случае есть, если есть, у ребенка будет спокойствие, улучшится освоение общей программы и всего остального. А так у них адреналин, 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 адреналин. Адреналин в мозгах, в мозгах, а это все купирует там. Купирует дофамин, появляется депрессия, утром тревожность, ребенок встает, у него сил нет, а ему кальций надо просто. Ночью проснулся, чего ты ночью проснулся, потому что сердце остановилось. Для того, чтобы запустить, кальция нет. Для того, чтобы запустить, надо страх. Ребенку страшно, что-то приснилось страшно, ребенок вскочил. Почему? Кальция не хватает. У вас есть ночные страхи, вы ночью просыпаетесь и у вас страх. Друзья мои, у вас кальция не хватает. Принимайте кальций, это лучшее средство от ночных страхов. Прямо лучшее, лучшее. Судороги, морбустоп и кальций. Ночные страхи, кальций и пастовит. Скажите, вам была полезна информация, которую я сегодня вам дал? Очень большая получилась такая лекция, обширная. Я надеюсь, это вам было полезно. Моей задачей, прежде всего, было донести вам, что не все потеряно. Мы настолько окунаемся в какой-то замкнутый такой круг, что считаем, что вот все, 100%, начинаем лечить, что попало, не можем ничего понять, что с этим делать и так далее. Нам просто нужно иногда успокоиться, отключить телефоны, выключить все, погулять по улице, сесть, посмотреть на звезды, подышать 60 секунд, 60 вдохов и выдохов, посидеть с закрытыми глазами, послушать тихонечко, спокойную музыку, а не смотреть бесконечные мелодрамы, стрелялки, пугалки, слушать эти новости и доводить себя в дальнейшем до непонятных заболеваний. В большинстве своем именно неврозы являются тем, что в дальнейшем приводит нас к появлению всех остальных заболеваний. Всех. Именно поэтому лечение невроза в начальном этапе является залогом великолепного здоровья, включая, не можете похудеть, чтобы не принимали, потому что и не похудеть у вас невроз. Не можете справиться с заболеванием ЖКТ, потому что у вас невроз, болит поджелудочный невроз, узловой зоб невроз, головокружение невроз, глаукома невроз, миома формируется, невроз и так далее. Но Фрейд, я все-таки договорил, говорил о половой активности. Так где мы ее возьмем, эту половую активность, если ее нет? Что ж нам делать? Если ее нет, ее ж не нарисуешь, знаете. Что он, если он писал, надо каждой женщине это лечит. Ну лечит, и что нам теперь делать? Ну это не подходит, значит. Значит, надо другие пути какие-то искать. Какие седативные препараты, успокаивающие какие-то, отвлекающие. Если человек очень сильно нацелен на что-то, не могу никак решить, надо что-то, что отвлечет. У нас есть аромомасляная кислота, и у нас есть гамма-аминомасляная кислота. И вот эта гамма-аминомасляная кислота, она может отвлекать. То есть вот что делать, что я как заплатить. Скоро заплачу, выпили гамма-аминомасляную кислоту, легли спать. Или там, я так зла, я не знаю, как мне успокоиться, мне все бесит, и муж там плохой, и так далее. Альфа-липоевая кислота может помочь. Почему альфа-липоевая кислота помогает людям справиться с заболеванием сахарный диабет первого и второго типа? Очень часто альфа-липоевую кислоту назначают при атеросклерозе, при полинаэропатии на фоне сахарного диабета. Почему? И у нее есть особенность такая. Альфа-липоевая кислота, она может повлиять на уменьшение адреналина. И она снижает адреналин, особенно в ночное время. Поэтому если страхи купировали адреналин, адреналин антагонист инсулина, поэтому если альфа-липоевую кислоту на ночь принимать, то увеличение приема альфа-липоевой кислоты до больших дозировок, до 3-5 граммов на протяжении дня, по 1 грамму каждые 6 часов, на протяжении 1-2 месяцев у взрослого человека снижает уровень в дальнейшем применяемого инсулина. Так, в случае, если человек принимает длинный инсулин и принимает при этом альфа-липоевую кислоту в высоких дозировках, то после этого может перейти на короткий инсулин и в дальнейшем справиться с заболеваниями от атеросклероз, полинаэропатия. Но это же тоже дешево, понимаете? Это же тоже дешево. Так нельзя, надо инсулин. Но об этом говорить нельзя. Почему? Компании должны работать. Так, а теперь скажите мне, кто там писал о том, что доктор Дуйко не доктор Дуйко? А ну-ка скажите мне, как человек, который не является доктором, мог сегодня, глядя в экран, провести такую лекцию? Скажите, я хочу просто это знать. Как? Если есть такие, как я, не доктора, ну все ж, тогда они, наверное, очень талантливые. А теперь от меня сегодня получают подарки в виде препарата, который называется, что вам подарить, кальций-магнецинк, получает от меня человек Юлия Фокси, Наталья Кенда, Надежда Русанова, Мария Смаранчук, Роза Джунусова, Людмила Осипян, Валентина Замулко и Галина Заболотная. Получают от меня по одному препарату, который называется кальций-магнецинк, без оплаты. Вы можете написать оператору и сказать, что я вам дал этот препарат без оплаты. В случае, если вы находитесь на территории Украины, то отправка за мой счет. В случае, если на территории другой страны, отправка за ваш счет. В случае, если вы находитесь на территории Белоруссии и России, мы с этими странами не сотрудничаем. Поэтому, если вам я подарил, тогда подарок не действует. Еще раз я хочу вам сказать большое спасибо. Конечно, очень неприятно, что у нас время заканчивается. Нужно делать эти семинары чуть-чуть короче. Мне сказали, что они должны быть не больше 50 минут. Но как рассказать о такой обширной и очень интересной теме за такое короткое время? Лично я не знаю. По вопросам приобретения всех препаратов вы можете переходить на мой сайт. Его, этот сайт, он звучит так, tf.ua tf на английском языке .ua Набирайте в интернете tf.ua и переходите на мой сайт. Или набрав по телефону 380-800-211-522 Вам ответят приятным голосом наши операторы, которые в большинстве своем являются квалифицированными медицинскими работниками, которые с удовольствием помогут вам подобрать препараты и помогут вам ответить на вас беспокоящие вопросы. Еще раз, здоровым быть легко поможет вам Дуйко. Большое спасибо. Если вам нравятся мои вебинары и вы хотели бы, чтобы я их проводил чаще, обязательно напишите в комментариях. Ведите активные комментирования под моими видео и я обещаю на каждом своем вебинаре делать для вас приятные подарки. Большое вам спасибо. До свидания. Все, надо встать и выключить. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...